всем привет это канал миллион абдула сегодня мы с женушкой выбрались таки на природу не буду говорить куда чтобы интригу не портить хотя на самом деле этот ролик я хочу снять нескольких местах да уже разинтриговал ну что делать бывает во первых строках хочу сказать большое спасибо фирме ганзу я сказал ганза ну да ганза который сделает прекрасный нож который свою очередь подарил фонарик market.ru канал миллионов абдула сейчас мы его будем взирать вот а носки носки мы будем снимать другом месте дэкшел шикарная вещь надеюсь получится хорошо нож ганза смотрим коробочка достаточно аккуратная очень красивая и дорогая то есть понятно что это не дешевка какая-то сейчас офисные хомячки и выживальщики такие офисный планктон восклик а все ножевики такие крутые фу но и тех и других мы слушать не будем мы слушаем мы слушать будем мы слушать будем голос рассудка и разума итак нож нож выживальщика тадам здесь есть огниво который очень тяжело вытаскивается это является большим плюсом потому что она не потеряется с огнем чуть чуть позже разберемся здесь есть стропорез это все-таки стропорез я раньше подумал что это точилка но это стропорез я не знаю зачем мне нужен стропорез но пусть будет а вот здесь алмазная точила вещь очень очень нужно когда нож затупился а у тебя вообще ничего нет и камней даже в лесу не наблюдается обо что точить ну вот об алмазку что здесь мне еще приглянулось во-первых эргономика рукояти во вторых толщина лезвия это 5 миллиметров это очень толстый даже у метательных ножей такая толщина эргономика шикарная ручка прорезиненная просто вот когда он пришел вот с почты ножичек я его взял в руки я поймал себя на мысли что вот лежу слушаю музыку а из рук его выпускать не хочется так есть вечер его и масло так вот так 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 я посмотрел обзорчик на этот нож там грамотно все про него рассказали единственный момент который меня смутил этот вот этот вот сзади стеклобой на стеклобой это не похоже по одной простой причине это не железо это пластмасса кроме того на сайте фонарик market.ru написано что ее не надо откручивать там фиксатор резьбы такая смазка которая затвердевает если будете откручивать вы можете попортить резьбу поэтому эту штуку не надо трогать не надо бить ей стекло все очень просто берете обухом этого ножа по стеклу шмак и все он тяжелый он очень тяжелый 300 с лишним грамм вместе с этим самым ну здесь ну где-то под 200 грамм весит ножик может даже с хвостиком скажу честно огниво я в руки взял в первый раз жизни я не понимал как им вообще пользоваться стал чиркать ножом по огниву чиркал 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 а искр нет и думаю все ёкало мая что за фигня это огниво какая-то лажа блин почему у этого который там ест пиявок все время до жаб все сразу с одного раза и много искр и сразу все загорается у меня даже искрки ни одной нету и потом я попробовал немножко и случайно у меня получилось вот это вот острой частью которая здесь есть не просто чиркнуть по нему или шмакнуть а именно подковырнуть вот так вот как бы немножко сковырнуть и какое-то количество вот этого вещества которое есть в этом огниве просто как бы немножко соскоблить и получилось очень здорово и получилось очень здорово вот вы видели вы видели нет вы это видели она прям при дневном свете аж как в этот салют стреляет но при этом что самое характерное он очень быстро при таком способе сковыривания очень быстро уходит. Но эта штука не для того, чтобы вы там чиркали, 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 сколько вам влезет. Эта штука для того, чтобы вы в самом-самом-самом крайнем случае, когда уже действительно ни спичек, ни зажигалок, все там, например, Мишка разодрал ваш рюкзак и растащил по лесу, все затоптал в грязь, всю еду съел, и остался у вас только этот нож. И вот они, ваши спички. Больше других нету. Все. Хотя, конечно, у меня всегда в кармане зажигалка, но это же я. А вот представьте, вы попали. Нет, я даже не могу представить, чтобы какой-то офисный, назовем так, служащий вдруг очутился где-то в восточной Сибири. Ни с того ни с сего, блин. Там, где нет ни тропинок, ни дорог. Да ну, это бред какой-то. Мне кажется, туда нормальный человек не полезет просто так. Вот. Так что, если даже и полезет, то вот этот ножичек будет очень там полезен. Потому что, действительно, огниво, точилка, стропорез, чехол очень удобный. Кстати, вот, когда я смотрел обзор на этот нож, там не указали на то, что здесь есть два винтика. Эти два винтика для того, чтобы можно было их отвинтить, петельку взять и перевернуть на 180 градусов, чтобы нож висел уже ручкой вниз. Правда, я не знаю, где такой ремень-то тут. Это надо как-то на погон, что ли, сюда прицепить. Наверное, на погон. Да, на погон можно. Но только погон надо крепкий. Сам ножик держится настолько зверски, что его вот при помощи только вот надо как бы поджимать пальчиком, так об него, так упор делать. Тогда он вынимается. Так просто вот так вот. Ну да, вынимается вообще, но сам просто он не выглядит. Вон. Не хочет. Хотя я делал достаточно резкие движения. На ручке есть отверстие. Здесь можно привязать веревочку, темлячок, еще чего-нибудь. Как сказали, сделать копье, отвинтив эту штуку и разобрав его. Но это вот я уже говорил, его отвинчивать нельзя. Поэтому, видимо, придется привинчивать прямо с ручкой. Действительно, это гораздо разумнее, чем что-то там разбирать. Потому что если разберешь, винтик потеряешь в лесу. Что, в принципе, сделать очень легко. Потом собрать то его как? А вот никак. Поэтому лучше его не разбирать. Даже дома. Пусть вот он какой есть, такой и есть. Тут еще вот эта вот липучка есть. Вот такая вот. Его можно ножичек вот так вот фиксировать на липучку. Но чтобы это не надоедало, когда же ее шмакать, вот так ее сзади можно взять и друг от друга приклеить. И чтобы она не мешалась. Вот так вот. И тогда уже просто ручка будет вот так вот торчать. Теперь проточила. Тут тоже зачем-то, вернее, я даже догадываюсь зачем. Потому что точила достаточно шероховато. Если она будет по одежде скоблеть, в одежде будет быстро очень дырочка. А может и дыра. Поэтому здесь вот такую липучку сделали. Вот так вот. Раз ее и уже этот алмаз как бы спрятался за эту вот замечательную такую вот липучку. Ну ее можно в другое место, наверное, куда-нибудь приклеить. Хотя я не знаю куда. Внешний вид, конечно, шикарен. Он сделан стильно очень там то-се. Вот. Теперь про лезвие скажу. По всем статьям это холодняк на стопудовый. Но так как заточка лезвия в конце вот так вот скруглена и здесь больше 70 градусов получается. Фактически вот он такого острията и нет. Вот это и выводит его из категории холодного оружия. Так что, если кто-то чего-то, вы скажете, здесь, ребята, угол-то, блин, 70 градусов и больше, значит, это не холодное оружие нифига ни разу. Невзирая на то, что он там из хорошей стали и хвостовик через всю рукоятку, и там толщина 5 миллиметров, и там еще много таких страшных вещей, как вот упор такой удобный, развитый, как его говорят, чтобы там... Но так как вот здесь все сделано по закону, вы можете совершенно спокойно и безбоязненно таскать этот нож аж прям по городу. Единственное, что не выпендривайтесь, не вынимайте его в людных местах ни при каких условиях. И вот это ношение будет называться транспортировка. А так как транспортировать... транспортировать вы можете ножик совершенно спокойно, даже холодное оружие транспортировать. Хотя, я не знаю, наверное, есть какие-нибудь исключения, но мы их касаться сейчас не будем. Давайте разрубим какой-нибудь сук. Я беру сучок, ну, сантиметра, наверное, 3,5-4, не больше. Мне его нужно просто быстренько разрубить, чтобы просто пополам. Для какой-то надобности, допустим. Была бы пила, я бы отпилил, естественно. Но так как пилы нет, а только ножик, допустим, да ну понеслась. Будьте осторожны, так как неловкое движение и сухой сучок может очень резко отлететь вам в глаз. Поэтому, когда вы бьете по нему, или прикрываете глаза, отворачиваясь немножко, или же просто, ну скажем, бейте как-то больше под углом, что ли. Да, достаточно. Достаточно резвенько он справляется с задачей рубки. То есть я даже не успел, собственно говоря, понять, как он рубит, но просто он как топорик маленький орудует. Потому что именно вес, вес очень хороший. Заточка здесь, спуски, все сделано для того, чтобы он был максимально прочным. Давайте еще потолще сучок выберу. Вот так, этот же, но только ближе к корню. Ты что, я вляпался, что ли? Нет, это грязь. Нормально, нормально, это не говно. Итак, берем вот так вот и просто рубим уже сверху вниз. У меня есть некоторые навыки рубки ножом, поэтому, да, он просто шикарно рубит. Вот еще раз покажу. Ну, может быть, она немножко такая уже полежала, но в принципе нет. Она достаточно крепкая, даже звук говорит о том, что это крепкое дерево. Так, еще раз. Хорошо рубит, отлично. Живые деревья мы рубить не будем, даже если нам сильно захочется показать какой-то крутой нож. Какой бы он крутой не был, живое дерево мы рубить не будем. Кстати, насчет посоха. Если вам нужен посох, старайтесь не срубать свежее дерево. Во-первых, оно будет тяжелее, меньше пружинить. А сухонькая, если вы найдете просто сухонькую веточку такую, достаточно гибкую, она будет подпружинивать, ее будет легче таскать. И она будет даже вам помогать, немножко подталкивая вперед. Выбирайте сухую древесину. Так же и для костра она лучше будет гореть. Вот почему я всегда прошу фонарик маркетру присылать мне оранжевое. Вот сейчас я посмотрел, а чехла нету. Солнце еще светит, да? Если бы я что-то там подсуетился куда-то, раз и ушел. А здесь именно оранжевое, оранжевые пятна помогли мне заметить этот чехол. Если бы он был черный, я мог бы его просто не заметить и уйти. Завалил ветками и все. Поэтому, если вы хотите не потерять свой ножик, заказывайте именно с оранжевым цветом. В общем, ножиком я очень доволен. Это офигенно хорошая штука. Просто вот, блин, класс. Почему он острый? А чем бы проверить? Ну-ка, дерево строганем. Да, прекрасно все строгается. Даже со звуком с таким, с характерным. Кончик все острый, отлично. То есть заводская заточка просто превосходная. Бумагу я с собой не взял, но, понимаете, поверьте мне, он острый. Ну что, теперь сделаем еще один тест. Моя женушка сказала накопать земли для цветочков. Так, пробуем копать в качестве лопатки, как он себя поведет. Так, не боимся затупить, потому что, если что, да, интересно. В землю входит как в масло. Очень хорошо подковыривать. Фактически это как маленький ломик. Много земли-то надо? Когда? Рюкзак, что ли? Земля ночь в цене. Пакетик так том и делаем. Поэтому. Вообще-то говоря, я вам могу сказать по секрету, что хвойная земля это не самая лучшая земля. Это даже, грубо говоря, самая худшая. Потому что хвоя заглушает рост растений. Так что мы эту землю брать не будем. Копает нож? Отлично! То есть, если нужно что-то быстренько выкопать, то вот. Червей для рыбалки. Да, червей для рыбалки он не подведет. Закопать? Ну, не-не, ты так это сам закопать, прикопать это не надо. Шуточки-то у тебя какие зверские. А ты скажи, с кем поведешься, от того и наберешься. А, да, кстати, вот он по земле пошеркался и немножко это чернение чуть-чуть ушло. Так что вот это чернение, будьте внимательны, оно, как говорится, не то что капризно, будет уходить. Но этот нож не полочник, не красавец, там, знаешь, глянцевый, чтобы ты его показываешь. Так двумя пальчиками, смотрите, какой у меня крутой нож. Это тоже работяга, который вот в грязных руках, там, в грязище, в болоте. Там ты идешь, пиявок ешь, лягушек разрубаешь напополам, тоже их ешь. Потом идешь, еще какую-нибудь гадость ешь, змей ешь, всех этих паразитов ешь. А потом так берешь, огниво, и такой, смотрите, как горит хорошо. Щелк, 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 вот оно как горит, шикарно, блин. Сейчас мы на замедленную стильмень. Давай на замедленную, давай. Сейчас посмотрим, как получится. Ой, не, подожди. О, по рукоятку, блин, а, круто. На, круть, ес. Даже метается хорошо. Сейчас мы еще с огнивым, да, на замедленную. Огонь мы разжигать не будем по одной простой причине. Чтобы не создавать пожароопасную ситуацию в лесу. Это был небольшой обзор шикарного ножа. Ганза. Survival Knife, правильно я сказал? Survival. Survival Knife. Survival. Нож для выживания. G8012. Даже такое ассоциация 812 год. Надо выживать. И вот ножик, 812 год. Ну, 8012, но все равно 812 будем считать. Как известно, я достаточно знаменитый метатель ножей. Ну, как знаменитый? По сравнению с другими метателями. Потому что они совсем не знаменитые. Я хоть немножко меня знаю. И то по юмористическим роликам. Ну, как не метнуть ножик? Даже вот такой. Он крепкий, 5-мм. Он, конечно, выдержит метание запросто. Единственное, я поставлю за рукоятку. Но я буду кидать его очень осторожно. Вот сзади бревно. Попробую. Руки чешутся, конечно. Как не метнуть-то? Ну, попробуем. Ой, я волнуюсь. Эх ты. Блин. Это не в счет. Я разволновался и промахнулся мимо бревна. Хотя оно тут рядом. Ножик прекрасно воткнулся. Почему я его бросил? Обычные ножи не бросают. Особенно складные. Потому что они не выдерживают. Вот этот нож я не побоялся бросить. Потому что я видел в одном из обзоров, как им долбали вот так вот доску. Достаточно агрессивно. И брали клинок на залом. Потом показывали, что он остался при этом даже еще острый. В этом клинке использована какая-то офигенная сталь. Я даже забыл, как она называется. А бумажку с собой я тоже не взял, потому что тоже забыл. Просто могу сказать, это крепкий нож. Иначе бы я его не стал кидать, потому что это теперь мой нож. И мне бы его было жалко. А свои ножи я просто так ломать не стану. А это говорит о том, что если Абдулла кидает нож какой-то неметательный, значит это реально-реально-реально крепкий нож. Или Абдулла хочет его сломать. И конечно же сломает. Но этот нож я ломать не буду. Подойди с камеры сюда. Тащи-тащи-тащи-тащи-тащи. Ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближе. Стоп. Вот он воткнулся. Достаточно так неплохо. Хотя бросили его слегка. Ножичек тяжелый. Для метания, конечно, он не создан. Но тем не менее, если уж совсем нечем заняться, его даже и пометать можно. Но только аккуратно, тихонечко. В какой-нибудь такой пень, который мягенький, гнилой, тогда он не сломается. Конечно, если его со всей дури кидать, то я думаю, что там с рукояткой может просто что-то произойти. Сам-то клинок выдержит, конечно. Но он не для метания создан. Ножик мне офигенно понравился. Просто, блин, сказка. Охрененно хороший нож. А-а-а-а. Дайте два. Замечательные носочки. Камуфляж. Цвет. Подарок от Fonaric Market.ru. Очень большое спасибо. Фирма Dexshell. Эта фирма у меня теперь ассоциируется с чем-то таким очень хорошим, классным, суперским. Вот такие носки. Сейчас будем одевать. Надеюсь, получится хорошо. Так, ну что, мы прямо на эти пакетики сядем. Опаньки. Ой, не ковырнулся бы. Честное слово, я волнуюсь. Вода холодная, у нас еще погоды стоят достаточно прохладные. Так. Ха-ха. Опа. Ну, понеслась. Ох, какие носочки. Мой размерчик, кстати говоря. О. Угу. Да. Супер. Достаточно высокие. Так. Снимаем второй башмак. Тут утки. Крякают. Люди тоже отдыхают. Надеюсь, мы им не помешаем. Одеваю второй носок. Носки достаточно высокие. Ах. Естественно, меня интересует, насколько сухими останутся мои ноги. Вот сейчас пойдет погружение. Погружаю ноги. Ой, блин. Вода холоднющая. Ё-ка на меня. Блин. Ах. Ха. Ха. Слушай, а ноги сухие, блин, реально? Ноги сухие. Даже не верится. Ноги реально сухие. Абсолютно сухие. Им немножко прохладно. Чуть-чуть буквально. Ай! Да. Даже я вот выл встану, чтобы они у меня не болтыхались. В принципе, в принципе, вообще. Ну, я могу представить. А вот от земли холодит. Вот когда ставишь на холодное, то холодно. А просто в воде. Вода теплее, чем там, наверное, на дне. Нет, не холодно. Совершенно сухо. И не промокают, и не промокают. Хоть бы что. Ой. Ой. Ха. 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 Вещь. Спасибо фонарик Market.ru. Я уже был готов к тому, что так будет. Но все равно было очень непривычно. Ноги абсолютно сухие. Абсолютно сухие. Вот я вам говорю точно. Хотя они там были в воде. Ну, слегка было прохлада ногам. Вот мы показываем крупным планом. Носки реально мокрые. Насквозь. Ну, в смысле, не насквозь, естественно. Верхний слой весь мокрый. А внутри реально сухо. Вот удивительно, но это факт. Вот такие носки шикарные. Это говорит о том, что если у вас ноги промокли. Там в сапоге дырка будет. И носки будут сырые. Внутри будет вода хлюпать. А нога будет при этом сухая. Это очень ценное. Очень ценное свойство носков вот этих вот. Это просто вот. Ну, в каком-то экстремальном, например, моменте. Вы получите комфорт новых технологий. Спасибо фонарик маркет.ру За замечательные подарки. За носки. Дэкшелл. И за замечательный нож. Который меня порадовал. Особенно этим огнивом. Это было что-то с чем-то. Сейчас еще раз я не удержусь и покажу. Скажу вам маленький лайфхак. То есть вы можете его чиркать. Не обязательно по всей длине. Можно и кончик. А вот кончик. Да. Можно. Буквально одного сантиметра хватает. Главное подцепить его. Вот. Видите? Тогда вылетает. То есть я раньше думал, что это искры идут от железа. Оказывается, вот это какое-то вещество, когда вы его соскребаете, оно нагревается и начинает гореть. Типа пороха. Вот так вот. Как маленький салют. Огромное спасибо фонарик маркет.ру. Я давно хотел вот этого вот огнивого. Ну блин. Ножик вообще как раз. Вон он как от пороха прям весь. Запах. Ну запах. Запах да. Как будто бы серо какая-то. Но не серо. Запаха почти нет. А вот разводы от этих вспышек есть. То есть это реально пламя дает хорошее. Это не искорки летят. Это искорки летят во все стороны. А внутри пламя, которое сразу воспламенит. Но только нужен сухой материал, конечно. А сейчас в лесу сушь. Поэтому разводить костры, как бы вам сильно не хотелось, ни в коем случае нельзя. Иначе будет пожар. Поэтому я снимаю. Только показываю как искорки прямо у воды. Пока-пока. А, да. Подписывайтесь. Жмите лайки. Вот здесь подписывайтесь. А здесь свежие ролики. Смотрите. Все. Пока-пока. Так красиво кругом. Ах. Хорошо. На природе. Спасибо вам. Пиявок взяла? Я же должен пиявку съесть. Надо было из хлеба накатать хотя бы. Ну ладно. Мы пряников сейчас покушаем. Будем считать, что это пиявки. Синхронизация. Блин.